МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из Москвы в проект пришел сигнал СОС от семьи Хикматулиных. Они не могут справиться со своим чадом. Моё имя Светлана. Моё имя Газенур. Мы родители Вилены Хикматулиной. Наша дочь завиздилась. У Вилены сейчас завышенная самооценка. Она всегда привыкла быть в центре внимания. Все самое лучшее ей, все самое красивое Вилене. Начала большое внимание уделять тусовку. Просит много денег, тратит попусту. Мы хотели бы ей показать, что жизнь состоит не только из красивых вещей, из брендов. Пожалуйста, возьмите нас в проект. И мы очень надеемся, что Вилена вернется домой совершенно другим ребенком. Вилене Хикматулиной 16 лет. Она учится в 9-м классе частной гимназии. Занимается пением и танцами. Я очень люблю роскошную жизнь. Деньги – это для меня основная часть моей жизни, скажем так. Они тянутся ко мне, я тянусь к ним. Родители Вилены – бизнесмены. Мама Светлана руководит компанией по страхованию недвижимости. Папа Газинур занимается парковочными пространствами Москвы и Московской области. Доходы главы семейства – коммерческая тайна. Но отец не скрывает, что любые прихоти дочери для него – не проблема. Я захочу себе Rolls-Royce, там, не знаю, желтого цвета, со звездным небом внутри салона. Он мне пойдет и купит. Ежемесячные карманные расходы чада Хикматулиных достигают 300 тысяч рублей. Тусовки с друзьями, рестораны, косметика. Отдельно родители оплачивают Вилене одежду, путешествия, обучение музыке и танцам. Я вот такая вот звезда, я крутая. Индивидуальные уроки дочери по музыке и танцам обходятся Хикматулиным в 150 тысяч рублей в месяц. На все занятия Вилену отвозит личный водитель. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Там микрофоны. Их подарил мне папа. Я не знаю, сколько они стоят, может быть, миллион, два, три. Все, что попросят, все дарим. Я ни в чем отказать не могу. Это моя дочь, долгожданный ребенок. Конечно, мы ее баловали. Самое лучшее было у нее. Когда Вилена родилась, папе было 34 года, а маме 27. Сейчас к любимому чаду 16, и родители понимают промахи своего воспитания. Но количество и стоимость подарков только растет. На 12-летие Вилены папа подарил ей сольный концерт, который обошелся ему в сумму с шестью нулями. 500 человек в 12 лет Вилены Хикматулина. Это самый дорогой подарок за все подарки в моей жизни. Потом я соберу целый стадион Уэмбли в Лондоне. Этот стадион, кстати, набирали только группа Куин и Майкл Джексон. Я буду третий. Чтобы дочь могла строить музыкальную карьеру, два года назад Хикматулины вместе с детьми переехали из Казани в Москву. У Вилены есть младшая сестра Виолетта. Она учится во втором классе, ходит в художественную школу и занимается тэквондо. Вилена может сказать, что не мешай, отойди, не надоедай. Она меня не берет гулять с друзьями, а я хочу. То, что делаю я, это то, что делает типичный подросток из обеспеченной семьи. Мне очень нравится отдыхать. Но это минимум Мальдивы. Не менее семи раз в год Вилена ездит на фешенебельные курорты Лазурного берега Франции, Италии и Испании. Хочу в Мальдиву, хочу в Дубай, хочу в Италию. В Россию она уже не хочет, в Турцию теперь она точно не поедет. Она стала расточительной, она тратит деньги, не зная, в принципе, им цены. Это все она воспринимает как должное. Недавно съездила в Дубай, купила Джорданы, свои любимые кроссовочки. И по пути заехала на Мальдивы, отдохнула. Я даже не знаю, каково это без денег. Я не представляю, как можно жить без них, потому что у меня никогда такого не было. У Вилены отдельная гардеробная. Одежду, обувь и аксессуары Чадо Хикматулиных привозит из европейских столиц моды. Парижа и Милана. Вилена на свой гардероб тратит колоссальные деньги. Чудесная сумка стоила 200-250 тысяч рублей. Безумно клевая вещь. Мы ее покупали, когда были еще в Италии. Она стоит около 70-80 тысяч. Я захожу в магазин, и если я хочу что-то, то я это беру, и я не считаю, сколько это будет. Мама мне не сказала, сколько она стоит, наверное, потому что она слишком дорогая. Сетчатая юбочка стоила около 40 тысяч. Платье от известного бренда Гуччи. Мы его покупали в Италии. Платье стоило 40 с чем-то там, с копейками тысяч рублей. Я очень часто переодеваюсь. За день я могу переодеться три раза, потому что я не люблю появляться в одном и том же. Это мои концертные костюмы. Чтобы вы понимали, это еще не все, потому что половина у меня в Казани. Это шикарный, просто очень крутой костюм. Стоил он около 80 тысяч. Посмотрите. Мне кажется, это шикарно. Я в этом костюме похожа на какую-нибудь Ариану Гранде, еще вот с такими длинными волосами. А это я называю тусовочный аутфит. Каждый вечер у Вилены занят. Она встречается с друзьями. Среди развлечений – катание на лимузинах, пене, в караоке, рестораны. Е-е-е, ну все. Русси, туси, туси. Е-е. Я спокойно за ее вечерние прогулки, так как я отправляю охрану. Все находится под контролем. С охранником я тоже справляюсь, я его подкупаю. Вот, я даю ему, ну, минимум 5 тысяч, чтобы он просто отошел и все. И, ой, кажется, мне кажется, я спалила сейчас все. Вилена тратит деньги на такси, на рестораны, на какие-то развлечения. Я веселая, душа компании, я всегда за любой движ. Я готова сделать заказ. Мне, пожалуйста, без строганов, без лука. Я на вид такая добрая, миленькая, пшистенькая. Но если что-то пойдет не так, то я могу просто такой скандал учинить. Вот, вот реально вообще без шуток. Я принципиально настояла на том, чтобы мое блюдо было без лука. В итоге вы мне принесли блюдо с луком. Я к пузьим гулянию отношусь очень плохо. Какой пример ты подаешь Виолетте? Мама такой злой полицейский. То есть для нее это все too much. То есть если папа мне все позволяет, то мамы нет. Я хочу немного свободы, я правда устала уже. Лучше умереть тусуюсь, чем умереть и сидя за учебниками. Несмотря на то, что Велена часто пропускает уроки, отсыпаясь после тусовок с друзьями, это сходит ей с рук в ее частной гимназии. Потому что она отличница. Любовь. Велена живет по принципу все мне. Все только для меня. Поэтому данную ситуацию точно нужно исправить. Изучив ситуацию в семье Хикматулиных, мы берем 16-летнюю Велену в проект. Ну, раз уж меня родители отправляют в неизвестность, то ладно, я пошла им навстречу. В этот раз моя очередь ходить им навстречу. Мне очень хочется, чтобы Велена посмотрела, как живут другие. Чтобы она видела и ту сторону медали. Могла почувствовать разницу. Я хочу взять очень много вещей, потому что я не знаю, что меня там ждет. Яркость превыше всего. Будем ходить в Валентина. Духи берем. Украшения тоже берем. Обувь. Мои любимые Джорданы. Очки. Это берем. Я не знаю, как это мыть полы и посуду. Убирать за собой, заправлять кровать. Я не знаю, что значит стирать вещи. А вот если я попаду в деревню, то мне действительно придется это все делать. Осталось застегнуть чемодан. Она даже застегиваться не хочет. Ну что, с правилой же. Эксперимент для 16-летней дочери московского бизнесмена Вилены Хикматулиной начинается. Подушка. Ой, Виолетта, подушка, подушка. У нее есть любимые вещи, которые она берет всегда с собой. Себя-то будем кайфовать. Я бы хотела в семью, там где не будет маленьких детей, таких как Виолетта, или даже меньше. Лучше козы, коровы и курочки, чем маленькие дети. Личный водитель отвозит Вилену в аэропорт. Четыре дня она проведет в другой семье, где будет жить по новым правилам. В 26 километрах от столицы Кубани в станице Старокорсунская живет семья Маркиных. Именно сюда едет чадо из ада Вилена Хикматулина. На юг России Маркины переехали из Перми 8 месяцев назад. На новом месте они сами построили дом, но отделали пока только 3 комнаты. Все готовим сами. То есть покупаем продукты, то есть готовую еду не берем. Сразу после свадьбы Маркины договорились, что детей у них будет трое, но сейчас их уже семеро. Софа на велосипеде. Две секунды, и она в центре. Я пишу ей список, чтобы ребенок ничего не купил лишнего. Старший ребенок в семье София Маркина. Ей 15, и она учится в 9-м классе казачьей школы. Соня прошла боевую подготовку, силовую и бег на выносливость. Еще она стреляет из автомата Калашникова и владеет рукопашным боем. Я хожу на легкую атлетику, занимаюсь еще и рукоделием. Вышивка лентами, гладью. Софья. Она у нас старательная, первенец, помощница во всем, моя поддержка, опора. Ты начинаешь с этой стороны, я начинаю ближе к забору, вот мою часть. Там еще будут после стройки попадаться кирпичи всякие, остатки шифера. Ты это все убираешь. После окончания 9-го класса София готовится к поступлению в медицинский колледж. Надо кормить, пожалуйста. Кормить, кормить. А? А? Она помогает по хозяйству во всех сферах. Это готовка, стирка, приборка, гуляет с детьми, читает с ними книги, проверяет домашние задания. Она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. По большому счету, она как маленькая взрослая. Соня, ты готова? Да. Надо будет Аришу забрать из Центра культуры и привезти домой. Хорошо. Мама у меня очень активная, позитивная. Вся семья именно держится на ней. Марине Мархиной 35 лет. Между декретами она поработала воспитателем в детском саду. Сейчас Марина получает ежемесячное пособие по уходу за малышом. Это приносит семье 8 тысяч рублей. Бочку надо наполнить полную. Всех детей искупаем в тазике с венечком дубовым. Я энерджайзер, батареечка, которая работает постоянно, утром, днем и вечером. Я подзаряжаюсь от детей. Олега, я купила рассады сегодня на рынке. Мы сначала с тобой сделаем грядочку, но ты мне ее определишь, до границы до какой. Олегу Маркину 39 лет. Он работает водителем вахтовым методом в якутской компании. Три месяца отец семейства проводит на севере и один с семьей на юге. Зарабатывает Олег 40 тысяч рублей в месяц. Итого общий бюджет семьи Маркиных 48 тысяч рублей в месяц. Папа у нас очень, как мама мне говорит, папа дочек. Он очень добрый, такой покладистый. Заделаем ремонт, у нас будет все очень, все так замечательно. В 2020 году мы купили земельный участок. Мы решили построить дом. Приняли решение, что мы переедем с холодного Урала в теплые края. Это тоже было решение обоюдное. Я говорила, Олег, ты понимаешь, что вся работа будет на тебе. И он мне сказал, Марина, я сказал, что я построю дом, я его построю. И в декабре 2020 года мы сюда заехали. Это надо, Ром, давай тоже одно, второе хоть. Давай. Это надо большой, большой бак в баню. Так. И потом ведра жду пустые сюда. О, блин. Роман у нас единственный мальчик в семье. Это папина правая рука. Единственному сыну Маркиных 11 лет. Роман учится в пятом классе обычной школы. И занимается боксом. Когда отец уезжает из дома на вахту в Якутию, всю мужскую работу по дому делает Роман. Где помогай, Рома? Там же железо, я еще кусок там видел. Я помогаю папе, маме. Сейчас делаем забор, варим его. Папа его выделяет всегда, папа его всегда поддерживает. Из него хочет вырастить настоящего мужика. Вера, ты должна сейчас ребенку снять кофточку, потому что жарко. Хорошо. И мне принеси, я докормлю ее. Третий ребенок в семье Вера. Ей 10, и она ходит в 4 класс. Кроме того, Вера занимается в художественной школе на отделении профессиональной подготовки. Ты расскажи гроздья рябины, потому что 22 числа будет конкурс щицов. Гроздья рябины горят алым цветом. И тополя уж сменили листву. Там за бугром есть березка где-то. Когда мне больно, я к ней подхожу. Как и старшие дети, Вера помогает родителям по хозяйству. Я помогаю чистить картошку, пылесосит, подметаю. Я стираю вещи. Арине 7 лет, и она занимается русскими народными танцами. В этом году четвертый ребенок Маркиных пойдет в первый класс. Любит танцевать еще одна Маркина, Таисия. Ей 4 года. Она ходит в детский сад и на занятия по хореографии. Молодец. Таисенька, поклониться. Вот. Шестому ребенку Маркиных, Маргарите, исполнилось два года. Самой младшей дочери Маркиных, Есении, полгода. Ну ты как у нас по подиуму, да? По красной дорожке. Давай. Давай. У нас очень веселая, позитивная, активная семья. Мы за любую движуху. Маркины считают себя образцовой семьей, поэтому решили принять участие в эксперименте. Нам есть чем поделиться, нам есть что рассказать о своем опыте, о своей семье, о своем образе жизни. Сегодня приезжает к нам гость. Да, я думаю, общий язык всегда мы найдем. К встрече с Чадом Маркины готовы. По правилам эксперимента, такси доставила 16-летнюю дочь московского бизнесмена Велену Хикматулину к принимающей семье в станицу Старокорсунская. Полный капец. Сколько тут? Плюс 40. Мне кажется, я в Африку приехала. И фиг мне кто поможет с этим чемоданом. Вроде это. Тук-тук. Кто-то есть? Привет. Здрасте. Заходи. Ого. Честь чемодан. Больше ее, да? Привет. Худюсенькая, длинноволосая девушка. Статуэточка, хрустальная. Она такая высокая, стройная, красивая. Приехала в очках таких, в каких-то дрябых джинсах. Никогда таких не видела. Мне кажется, какая-то выпьет дроженца. Меня зовут Софа. Олег. Рома. Я мама Марина. Я Ариша. Я Вера. Велена. У нее очень красивое имя. Понравилось. Это все ваши дети? Это еще не всем составом. Часть детей спит. А сколько у вас детей? Семь. Семь детей, это, конечно, полный же скач. Ну все, тут я, на самом деле, очень сильно расстроилась. А у тебя есть сестры-братья? Есть. Сестренка. Сестренка есть? Да. Можно я в туалет очень сильно хочу. Лето мы, в принципе, всегда ходим в уличный туалет. Я тебе сейчас его покажу. Уличный туалет? Он называется, как летний туалет. Да. А если есть туалет на улице, каком и вот эта вся живность, сущность, фу. Вот летний туалет, прошу. Я не пойду в этот туалет. Все, закрывайте. Нет. Ей не понравился наш туалет. Как-то грубо так было. Отведите меня в домашний, пожалуйста. Ну пошли, конечно. Она живет в другой семье, в других условиях. Конечно, у нее было недовольство. Богатые все, они такие приходят, все-таки говорят. Мне туалет не бы нравился, дайте другой. Вот наш туалет домашний. А есть другой туалет? Там тоже есть и живность, и насекомые. Ну у нас нету таких по 35 туалетов. А чем тебя этот туалет не устраивает? Утим есть. Я ненавижу насекомых. Ну у нас стройка идет. Сейчас упор именно идет на участок. Дом обустроен, просто жить. Ну раз тебе не нравятся наши условия, вот, это крайний вариант. Нет, спасибо. Ходи на улицу. Без вопроса вообще. Иди вон на конец участок. Велине придется наконец сделать выбор и шагнуть в один из санузлов семейства Маркиных. Вода только холодная. Неужели вы моетесь только холодной водой, у вас нет горячей? Дома горячей воды нет, потому что дома нету газа. Если что, постирать там вещи, тазики, в принципе, там, ну вот, все, как бы, в ванне находится. Вы вручную стираете вещи? Да, вручную стираем. У нее были квадратные глаза, физический труд. Для нее это как каторга какая-то. Сейчас Велене проведут экскурсию по дому, в котором ей предстоит жить 4 дня. Комнаты можно посмотреть, где дети спят. Да, пойдем. Здесь детская комната. Сколько здесь детей у нас сейчас? Брат, Ариша, Вера. Потолок. Потолок, ну, как сможем, так и сделаем потолок. А им самим-то нравится? Живем, так и живем. Не закончен ремонт, бардак. Я все, конечно, понимаю, но это можно как-то сделать. Здесь спит Рома, мой младший брат. Потом здесь у нас спит папа. В принципе, это мужская комната. Крышу, конечно, и стену нужно постараться и доделать, потому что я не думаю, что им самим здесь нравится. Самое неприятное – полы. Реально грязные полы. Это бетон. То есть босиком там не походишь. Дом недавно построился. Мы живем, ну, вот, как походные условия. Вот у нас здесь кухня, совмещенная с гостиной. А готовить, я так понимаю? Мама у нас все вот сама печет, и бабушка помогает. Бабушка семьи Маркиных, Александра Захаровна. Она тоже живет в станице Старокурсунская, рядом с семьей своего сына. У нас отбой в 9 часов. В 9 часов отбой. Просыпаетесь вы во сколько? Начало пятого. Все мои страхи собрались в одном доме. И я просто получила такое комбо. Где я буду спать? Где мое место? Вот, пожалуйста, мягенькое место. Все хорошо. А вещи с чемоданом куда мне складывать? На табуретку? На табуретку все вещи? Либо вот сюда вот на подлокотничек. Ну, зашибись, конечно. Она привыкла, да, чтобы у нее было отдельное. Но, к сожалению, мы не располагаем ей отдельное место. Я здесь буду спать, и все дети, все жильцы этого дома будут проходить через меня. Мы, к сожалению, не можем положить в другое место. Это, конечно, очень печально. Может, ширму какую-нибудь сделаем, чтобы отгородиться? Я была бы очень рада этому. А кто ее делать будет? Вдвоем будем делать. Я как гость. Пожалуйста, предоставьте мне все условия для хорошего проживания. Я не буду делать. У нас, как бы, у нас дело, и мы все занимаемся этим делом. А-а-а, я хочу домой. Она, конечно, девочка очень балована. Мы из богатой семьи. Сделать ширму для Велены решили после обеда. А сейчас, по правилам проекта, семья Маркиных предложит Чаду свои обычные блюда. Если мне принципиально, что я не буду это есть. Пирожки? Пирожки. Почему? Потому что... Пирожки отличные. Я была в шоке. Как так можно, не попробовав, то есть уже начинать выдвигать какие-то свои требования. Мы готовились. Мы тебя так долго ждали. Мы испекли. С пылу, с жару, можно сказать. И ты отказываешься. Как такое может быть, Соня? Окей, если так принципиально, что, ну, окей, я посижу. И тема с пирожками, это, конечно, вообще трэш. С чем пирожок? Вот с капустой, вот лук и яйцо. Я ненавижу лук. Это лук, перо зеленое. Тогда скрывай с капустой. И какое наше удивление, она стала вилочкой, копошиться в пирожке. И она просто выковыривала лук. Девочка вообще не с нашей планеты. Да, наверное. Так здесь же один лук и ничего больше. Это очень красиво, и тем более в гостях. Надо культурно себя вести, не выпендриваться. У нас едят все, что нам дают. Если что-то кому-то не нравится, сиди голодной. Меня это очень сильно разозлило. Если я голодная, то это полный капец. После обеда Олег и старшие дети Маркиных отправились во двор делать ширму для Велены. Впервые в жизни Чада будет заниматься столярными работами. Для участия в этом процессе Велена переоделась. Пока саморезы искать надо будет. Я этот маникюр делала два с половиной часа. Сама делала? Нет. Поехала в салон. Да я никогда не видел таких выбедрожников. А ты же девочка, зачем тебе это все? Помогаю папе. А что вы делаете обычно? Вот доделали забор недавно. Я никогда такого не делала. У меня нет таких обязанностей. Я считаю, надо приучать ребенка все с детства. Помогать родителям. Вся тоналка течет. Можно я домой, пожалуйста? Я устала уже. Да нет, работаем, работаем. Комар! Так невозможно нормально сконцентрироваться и работать. Ау! Длинный брусочек. На хрен эту ширму вашу? А как же закрываться? Да пофиг, буду терпеть детей и всех. Пожалуйста, пойдемте домой, я просто умоляю вас. Ты что, давай, иди сюда, сделаем. Да не надо, я домой хочу. Ну, богатых свои причуды. Мы здесь трудимся, она взяла и ушла. Это как-то даже не по-человечески. Не хочет, не надо, пусть разбираем ширму. Моя обязанность это просто жить, наслаждаться жизнью. Ложиться спать в семье Маркиных привыкли в девять вечера. Велена должна следовать их распорядку. И ей придется обойтись без ширмы. Подушечка? Угу. Пледик, потому что очень жарко. И простыночка. А мне подушка не нужна, можете запросить. Как подушка не нужна? У меня своя есть. Ортопедическая. Так-то. Хочешь выспаться спина ортопедической подушки? Я, конечно, понимаю. Допустим, там ортопедический матрас. Но чтобы была ортопедическая подушка, я это вообще не поняла. И от морщин, кстати, тоже избавляет. А у тебя какие морщины-то? Так вот поэтому и нет морщин, потому что на подушке специально сплю. А заправлять я сама буду? Да. Спальное место расстилаешь сама, все делаешь сама. Я не знаю, как стелить кровать. Берешь и застилаешь, давай. А дом это как ты укладываешься? Домработница стелит. Олег, ты слышал, домработница стелит? У нас вот никогда не было домработницы. Ну, значит, нужно нанять. Она никогда не работала сама, своими руками, она ничего никогда не делает. Спокойной ночи я пошла умываться и ложиться спать. Да, удачи. Спокойной ночи. Вот. Ой, ладно. Я вижу паутину. Хорошо. Знаете, что здесь где-то есть паук? Если он грохнется на меня, попадет мне в рот, залезет в ухо. А что вы ходите-то? Спишь? Нет, не сплю. Да. Идите спать. Ложили же вас уже. Ты на горшок садилась? Какой горшок? Садись на горшок перед сном. Заснуть Велена смогла лишь под утро. Всю ночь она слышала, как просыпались младшие дети. А еще она боялась увидеть насекомых в своей постели. Наступил второй день эксперимента по перевоспитанию 16-летней дочки московского бизнесмена Велены Хикматулиной в многодетной семье Маркиных на Кубани. Мама, давай накрывай на стол. Так, я тебя в садик. Давай, 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 давай. Сюда. Родители в семье Маркиных привыкли вставать в 5 утра, а к 6 просыпаются все семеро детей. Велена, вставай. Так, давай. Ты чушу все орочек. Да, 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 начинаем просыпаться. Но я спать еще хочу. А сколько ты еще спать будешь? Да сколько захочу, столько и буду спать. Может, ты сначала встанешь, а потом уже за телефон будешь браться? Я ищу защитную шторку. От нас защищаться, да? Да. Ну, может быть, ты хотя бы нас поприветствуешь с добрым утром, расскажешь, как ты спала. Плохо спала. Велена, все, надо уже кровать собирать, вставать потихоньку. Все уже давно встали. Хорошо, собирайте кровать. Сначала пледик сложи. А так ты за нее что-либо будешь складывать? Я просто помогла, немножко не выспалась. Не знаю, мне кажется, она уже поспала. Тебе кажется. Велена привыкла продумывать свой наряд к каждому событию. Вот и сейчас она выбрала подходящий образ для завтрака. В кругу Маркины. Я не поняла, у нас сегодня какой-то праздник или у нас вообще что? Нет, я всегда завтракаю очень официально. Она оделась, как будто бы мы сейчас поедем на дискотеку. У нас было такое выражение лица, типа, фу, чё за отстой? У нас вообще здесь не принято так одеваться. А что мы сегодня будем кушать? Так, мы сегодня будем есть рисовую кашку. Посмотри. Вкусная. Свеженькая, вкусненькая рисовая кашка. Мама, давай, накладывай быстрее, а то уже есть хочется. Я обычно просто ем смузи-боу. Это такой завтрак из Бали. Вот, там замороженный банан, шпинат, манго. Мы не знаем даже такого. Вот есть бутерброд есть, пироги остались вчерашние. Фигово. Ей пищу подавать в ресторанах, там, где она привыкла питаться. А магазины? Какие магазины? У нас открываются 8 часов, в самое раннее. Может, у вас есть яблоко или банан хотя бы? Ну, яблоки или банан, ты не продержишься. Давай еще по пирожку каждому. Сейчас соня нальет тебе. Кушай яблочко. Тебе вилку, может, надо? Нет. Как яблочко вкусное? Яблочки вкусные, да. Ну вот, уже хорошо. У нас есть такая пословица. Кто как работает, тот так и ест. Может, Лена, ты подумаешь насчет каши что-нибудь? Я пойду вам на уступки и попробую хотя бы бутерброд. Ну, давай все-таки чай. Нет, лучше водичку. У нас водичка есть под крана только. Под кран, да. Мы все пьем у меня такую водичку. Обычно вода, да, такая же. Она как будто из канализации. Ай, вода воняет. Давай все-таки чай для кофе. Солнышко не светит. Давайте кофе. Не нравится то, не нравится это. Приехала такая вся из себя вот это не хочу, это не буду. Молоко соевое есть? Я обычно не пью. Согумом соевое молоко. Ты знаешь? Нет. У нас есть обычное молоко из-под коровы. Велена любит изысканную пищу. Она не будет есть, допустим, что попало. Мы можем покушать, потом у нас идет разминка. А уж после разминки мы попадем в магазин. Разминка? Ну да, утренняя разминка для хорошего начала дня. Чем-то же все равно ты занимаешься. Кружками какими-то. Танцами, настольный теннис. Тогда нагрузка для тебя вообще должна быть важным элементом в жизни. Ну точно не так рано утром. По правилам проекта Чада делает то, что и старшие дети в принимающей семье. Поскольку Соня учится в казачьей школе, то физические занятия каждый день для нее обязательны. Это норма. Кадеты должны держать себя в форме. Ну что ж, начинаем с поднимания колен. Боже. Давай выше колени. Еще выше. Куда еще выше? До головы, что ли? Давай, давай, работаем. Ты не отставай. Давай теперь ножницами. Чем? Давай, давай, выше, выше ноги. Вот эти вот лошадиные забеги, нормативы, которые она делает каждый день рано утром. Для меня это вот прям реально в новинку. Каждый день бегаем, я уже привыкла к этому. Давай, давай, еще немного осталось. Я уже еле ноги тащу. Как ты занимаешься танцами, если у тебя одышка идет? Все. Велена, они подготовлены физически вообще никак. Ааа, насекомые! Нет! Ну, вот тебе наказание. Ааа! О, магазин! Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Можно нам, пожалуйста, серый хлебушек есть у вас? Да, конечно. Можно, пожалуйста, два серого хлебушка? Капусты нам, пожалуйста. Я еще лука возьму. И ты это все берешь? Да. Мне нужно хорошее, мягкое авокадо, мягкое манго. Такого товара у нас нету. Кокосовое молоко хотя бы есть? Нету. Кокосовая стружка. Ну, нет, фигня, я не попью их. 21 век на дворе. А в магазине нет ни хрена. Элементарных продуктов нет. Ну, там. С поставщиком проблема. Ну, меняйте поставщика тогда. Походу, магазин с Велены. Было что-то, мне даже было очень стыдно за нее. Стой, куда ты пошла? Нет, я вызываю сейчас такси подъедет. И вообще, лол, это есть нельзя. Это нормальные, свежие продукты. Давай тогда их просто заберем домой, но поедем на такси. Пойди мне навстречу. Я пошла тебе, ты идешь ко мне навстречу. Ну, хорошо, давай поедем на такси. А куда мы едем-то? Дом-то в другой стороне. Мы едем в нормальный, адекватный большой магазин. Меня ждут, меня ждут продукты не дома. Вон, вон, там. Красная рыба. Так, мне нужна вот прям хорошая. Вот типа такой. Опа! Что я нашла? Морская капуста. Это же любовь. Я уверена, что тебе это понравится. Вот клянусь. В отличие от Вилены, ассортимент супермаркета Софу не радует. Ведь дома волнуется мама, которая не знает, где сейчас девочки. Мы пришли. И где вы так ходили долго? Я вас заждалась уже. Магазин дорогой ездили. А что вы такое купили? Качественные продукты. Давайте придумаем вместе, что мы на обед-то будем готовить. Я предлагаю овощи на пару вместе с рыбкой. Обед на всю семью у Марины почти готов, но она не стала настаивать и поддержала идею Вилены поменять сегодняшнее меню. Вилена достаточно разборчива в питании, и мы старались ей угодить. Идея хорошая, только давай договоримся. Будем это делать вместе. Я даже без понятия, как это готовить. Тогда я буду готовить с Софочкой вместе. Давай ты пойдешь тогда погуляешь с ребятами, чтобы они тут не бегали, не мешали мне. Ну тогда мне нужно переодеться только. Ну прямо ты после каждого какого-то вот этого вот наряжаешься, переодеваешься. Да, обязательно это нужно. Ну какая прямо модница наряжается постоянно. Они все ходят в одной одежде, да, там целый день. Ну я так не могу, мне так некомфортно. Соня, нам нужно просто пересмотреть свои какие-то взгляды. Нам тоже нужно просто после каждого какого-то вот похода куда-нибудь просто переодеваться. Пока Вилена снова занимается подбором наряда, на этот раз подходящего к прогулке, Соня с мамой пытаются разобраться, что же делать с купленными продуктами. Давай тогда, смотри, ты фруктами занимаешься? Ты знаешь, как это блюдо готовится? Я предлагаю все это посмотреть в интернете. Рецепт полностью. Как приготовить рыбу с овощами в соусе? Так, ага, так, все поняла. После того, как Вилена переоделась к прогулке, она решила привести в порядок свои волосы. Голову мне как все-таки помыть? Нужно будет натаскать дров, баню затопить и воды натаскать. А кто это все сделает? Мы с тобой вдвоем. Поскольку готовить Вилена отказалась, по договоренности с Мариной, она пошла одевать детей и гулять с ними. Это чья куртка? Так, это не куртка, это кофта. Ну давай тогда ей кофточку. Пока одевай. Дети были маленького возраста, она не побоялась, она помогла им одеться. Я прямо очень удивилась. Теперь Вилене нужно решить личную задачку. Я придумала для вас игру. Я буду судья Рапунцель. Вы должны натаскать дрова и воду в баню на перегонки. Кто это сделает первый? Нет, нужно голову помыть. А чтобы помыть голову, нужно там дров в баню натаскать, баню затопить. Время пошло. Давайте. Вот отлично. Сразу двух зайцев убила. Тася, бери трава. Побежали. Это я. Вот сюда все в кучку. Вот так. Ну что здесь происходит? Что за движуха? Кто первый помоет Рапунцель волосы? У нас вроде все вместе делают. Ну вот все и делают. Или у нас делают. Я как это занимаю руководящую должность. В нашей семье мы делаем все вместе. И баню строим, и прибираем дом, и делаем посадки на участки. Велина, помоги, пожалуйста. Покажи, где больно. Где? Здесь больно? Прям очень больно. Ты у нас будешь теперь главным победителем, да? Что? Почему? Мне очень нечестно. Но она маленькая. После падения Тася, Велина все же решила включиться в процесс. И вместе с детьми принесла в баню воду. Что вы еще любите играть? Да, я хочу играть в прятки. А ты? Я в загонялке. Мы сегодня готовили очень-очень вкусное, а самое главное полезное блюдо. Придумала Велина. Как оно называется? Оно называется рыба на пару с овощами. Ты посмотри, какая красота. Я вот ни разу его не пробовал. Давай сейчас попробую. Мама, что это? Это, Рома, цветная капуста. А кетчупа можно? А кетчуп к этому блюду мне предлагается. А что-нибудь нормальное есть, маму? Например, там, макарошки с пурешкой. Нормальное будет на ужин. Сейчас такое. Они прям давятся этими овощами, этой рыбой. Не привыкшие к такой еде. Я смотрю тарелочки, чтобы все доедали. Набираемся силы, готовимся помогать папе. Это изумительная пища. Папа, спасибо, ты вообще такой молодец. Очень вкусно. Вот, а я говорила. Так, что нужно маме сказать? Спасибо! Рыба прям вообще бомба. Вообще никогда такую не пробовали. И цветную капусту, и брокколи. На первый раз мне такой обед не очень понравился. Реально есть такие семьи, которые никогда не кушали цветную капусту, красную рыбу. По правилам проекта, в принимающей семье Велена должна выполнять те же самые обязанности, что и старшие дети. И сейчас она вместе с Соней поможет маме Маркиных в огороде. Но перед этим Чадо опять идет искать в своем чемодане подходящий наряд. У нас, что это за внешний вид? Как ты сейчас вообще работать будешь? Мы будем сейчас садить, копать все. Как ты будешь вообще все это дело делать? Ну, выглядеть-то надо всегда хорошо. Эта грядка тут надо работать, а не выглядеть. Огород, я считаю, что это не повод надевать ужасную одежду. Видимо, не понимает человек, как одеваться надо. Берем лопату и делаем лунки. Так, давайте я покажу. Смотри, берешь, сильнее, вкапываем. Я никогда не связывалась с огородом. А мы сейчас будем садить. А, это и куда землю поставила? Надо вот сюда рядом ее ложить. Скажи спасибо, что я вообще хоть что-то делаю. Софа, три-четыре. Спасибо! То глубоко, то недостаточно глубоко. Вообще не поняла, что тут меня хотят. А что сажать будем? Разве не узнаешь, что это за рассада у нас? Трава. Как трава? Это огурчики, это помидорчики. Это вот то, что продается в супермаркетах. Забешенные деньги. А мы это сами сделаем. Ты сделай более-менее ровно, потому что... Да, чтобы на огороде была красота, можно сказать. Свой огород, свои свежие овощи. Все, конечно, здорово. Но когда ты понимаешь, что нужно трудиться для того, чтобы у тебя хоть что-то выросло, то, блин, ну это фигово. И что ты так целый день копаешь огород или учишься еще? Да, конечно, нет. Учусь в школе. В казачьей школе. Там у нас борьба, стрельба, оказание первой помощи, туризм. И нафиг это? Да ходила вот когда-нибудь на поход? Нет. Комаровка Мейцов учится, скажем так, в такой школе, там, где больше, наверное, должны учиться парни, нежели девочки. И поэтому она прям такая, я не знаю, сильная, таскает и в ведра. По сути, все то, что должен делать мужчина в семье. Смотри, воду не пролей. Да, уже бегу. А то еще упадешь. Вот этот лей? Давай, лей, да, вот этот. Так, так. Блин. Что? Я тебя все предупреждала. Ну я что, знала, что ли? Посадочные работы с мамой закончены. Теперь помощь требуется папе. Велене тоже кое-что требуется. Снова переодеться. Все, я готова. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Она вышла вся в платье, вся на каблуках, там, может быть, сантиметров 30. У всех такие сразу глаза, как будто, ну, я не знаю, вообще другого человека увидели. Бетон мешает, на тебе ведро. Будешь работать. Давайте. Понятно, я не такая тупая, чтобы реально пойти месить бетон в платье и в туфлях. Решила я провести такой над ними пранк. Ты колхоз краснодарский, поняла? Давай, я колхоз, колхоз. Я колхоз московский, краснодарский. Давай, давай, скоро краснодарская будешь. После розыгрыша Маркиных Велена отправилась искать в своем гардеробе одежду, подходящую для бетонных работ. Что делать? За песком идти. Мне нужна хелл. Давай, давай, набирай. Да не умей ее набирать. Вот так надо набирать. Велена, ты так набирала когда-нибудь? Ух, ни хрена себе, нет. И рукой вот так. А у тебя макияж, да? Маникюр. Велена так не хотела портить свой маникюр, но все равно тащила песок. Давай, давай, давай. Как, Велена, тяжело? Блин, я только петь умею. Так никогда еще не работала? Нет. Сейчас хоть узнаю, что это такое вообще. Как бетон замешивать? Дети уже привыкшие к этой работе. Раз, два, три. Слушай, там звук прикольный, акустика классная. Включай, Роман, давай замешиваем. Держи, блин, 7 мне надо еще. Лопату возьми. Ну, хороший раствор получается. Покажи ей один раз, Велене, потом она сама будет. Вау, вот это фекали. Миссинь бетон вообще не мое. Все были в этом бетоне, в этом растворе, но глаза у них горели, было море драйва, было море эмоций. Стало как-то уже слушаться. Предлагаю поставить всем отпечатки на память. Потом мой звездный отпечаток продадите за большие деньги. Поехали. Поглубже давай. Ни хрена себе ты па... Вау, какой классный отпечаток, зашибись. Бетон слишком жидкий, поэтому у нас ни хрена не получилось. Общий труд сблизил девочек, и Соня предложила Велене помощь с мытьем головы. С точки зрения Софьи, это проявление заботы, и это просто проявление гостеприимства. Никогда, наверное, в бане не была? Нет, вообще, у вас тут прям какой-то целый спа. Девочки! Никогда в спа не была? Никогда в спа не были? Так, смотрите, вот вам полотенчика, и завтра я вам устрою настоящий спа. В таких прям в русских банях я еще не была. Вот что мне реально понравилось, то, что там было очень прям уютно, светло, пахло деревом. Вот прям безумно вкусно. То, что прям сам папа построил эту баню. Это прям респект и уважение. Давай. Так, я думаю, надо потом еще будет сполоснуть. О, Jesus! Мне кажется, нам уже с тобой нужно подружиться. Я тоже так думала, что-то сначала у нас вообще никак не зашло. Вообще не зашло, да. Приедешь в Москву, сходим вместе с тобой на спа, с друзьями своими познакомлю. В общем, затуснем. Обязательно приеду к тебе в Москву, посмотрим, как там. Отношения с Соней сегодня у них намного лучше. Нашли точки соприкосновения, очень нашли много общих тем. Давай. Ой, спасибо тебе большое за помощь. Все-таки мы нашли общий язык, подружились, помыли вместе голову. По правилам эксперимента, только в конце второго дня родители Велены Хикматулиной могут узнать, где живет и чем занимается их чада. У меня внутреннее чувство, что это очень интеллигентные люди, доброжелательно настроенные. Тоже маленько волнуюсь, но я чувствую, что мы с ними... То, что найдем общий язык, да? Да, переговорим. Газенур, ну как думаешь, где наш ребенок? Ну слушай, мне тоже интересно вот это знать. Ой, Газенур, я надеюсь, нам за нее не стыдно. Давай позвоним? Давай позвоним. И уже познакомимся воочию. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, давайте знакомиться. Мое имя Светлана. Давайте. Я мама Велены, это наш папа Газенур. Мое имя Газенур. Я папа Олег. Я мама Марина. Очень приятно. Скажите, в каком вы городе? Мы в городе Краснодар. У нас свой дом. Семь детей. Получается, один сын и шесть дочек. А деткам сколько лет вашим? Начиная с полугода и заканчивая 15 лет. Ай, как Велена отреагировала? Ну, недовольная была, побурчала. Но все урегулировалось. Она такая кокеточка. Она постоянно переодевается в один наряд, в другой, в третий. У меня просто глаза даже разбегаются. Я таких нарядов даже никогда не видела. Модница она у нас. Ну, вот папа балует. Модница, модница вообще. Вы мне подскажите, как там у вас с безопасностью? Может, как бы охрану направить? У нас сельская местность. Здесь вообще безопасно. И вам не о чем даже переживать. Ну, вы, наверное, заметили, что Велена там чуть избалована, конечно. А как вы занимаетесь воспитанием? Мы стараемся не баловать детей. Велена, есть своя карта банковская. И папа периодически ее пополняет. По первому требованию нету ограничения. Это может быть любая сумма. И 50 тысяч это может быть, и 100 тысяч это может быть. Что касается карманных денег. Вот как в вашей семье заведено? Мы сами расходуем деньги целенаправленно. И только по назначению. И этому же учим детей. Ну, ладненько. Нам надо сейчас детей укладывать уже. Очень рады были познакомиться. Марина, Олег, всего доброго. Приятно познакомиться. Как тебе характер мамы? Мама вообще боевая. Ну, на тебя чем-то похожа вообще. Да-да-да, я тоже почему-то почувствовала сходство. Папа на меня похож. А папа на тебя похож. Хоть успокоился я, да. А крану не будешь отправляться? Переживал. Нет, не могу. Семья вроде адекватная. Да, хорошая семья. Мама хорошая. Супруга такая кубанская, как казачка. Отец такой же. Да, как все папы. Добрый. В семье Маркиных все готовились ко сну, но у Веры не получалось сделать домашнее задание по английскому языку. У меня плохо с английским языком. И Велена сказала, давайте я помогу с английским. Английский – это вообще, в принципе, мой самый любимый предмет. Букву «в» убирай и «has» получается. Без «в». Короче, завтра прочитаешь на английском, получишь пять. Так, девчонки, ну что вы там, скоро нет? Сейчас дописываем. А мы же завтра приготовим смузи на завтрак. Ну, давай. Давай. Давай, хорошо. Сейчас я, короче, растелю кровать тебе. Е. Да, е. Так, только давайте по-шустренькому, хорошо, девочки? Я хочу вырасти, как Велена. Стать такой же, как она. Умной, но красивой. Спасибо, Велен. Давай, удачи. Пока. Пока ночи. Для меня день очень прошел хорошо и удачно. Я считаю, с каждым днем все будет лучше и лучше. Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 16-летней дочки московского бизнесмена Веленой Хикматулиной в станице Старокурсунская на Кубани, в семье Маркиных, у которых семеро детей. Доброе утро. Так. Как с полой, Софочка? Велена! Этим утром Велена встает сразу. Она помнит, что сегодня отвечает за завтрак. Давай, моя дорогая, ты умываешься, приводишь себя в порядок и помогаешь при приготовлении завтрака. Договорились? Да. Сегодня Велена впервые сама заправила кровать, а после занялась приготовлением смузи из экзотических фруктов, которые вчера купила в супермаркете. Нам нужно почистить, нарезать банан, яблоко тоже нарезать, молоко кокосовое. Почистишь банан? Аккуратно только. Велена у нас орудовала на кухне. Дети все помогали ей, она руководила процессом. И прямо вы все вместе делаете, прям командой, как настоящие сестренки. Смузи готовила она из таких фруктов, как манго, авокадо, маракуйя, яблоко, банан и апельсин. Несите, значит, этот, манго. Вер, неси. Манго еще. И яблочко. В кружки. Потом она разлила все в кружечки. Мы все попробовали и поняли, что это действительно очень вкусно. Это очень полезное смузи. Там фруктики есть. Малыш тоже уплетает. Непривычно, но вкусно, да? Да. Вкусно. Вон, еще тянет ручки. Как вкусно. Вот, что делать? Я все радуюсь. Так, что нужно сказать, Велень? Спасибо! Пожалуйста. Мы никогда такого не пробовали. И надеюсь, в будущем мы будем, ну, все-таки делать такие завтраки. Ну что, пойдем бегать, Велен? Пойдем бегать. В этот день Соне не пришлось уговаривать Велену выходить на пробежку. Я предлагаю вместо вот этого конского забега немножечко потанцевать. То есть выучим сейчас с тобой какую-нибудь связочку коротенькую, танец. Я думаю, что это будет прикольно и тебе тоже. Ну, разминаемся тогда. Давай. Мне на самом деле очень интересно, как у вас вообще в вашей школе все устроено. У нас казачья школа, у нас одна она в городе. И там идет уклон именно на уроке ОБЖ. А, математика. А, ну это все ведется. Чего вы прям там стреляете, я не знаю, в мышлении? Да? Электронная винтовка идет. И все это с компьютера получается. Вот. Ничего себе у вас тут, конечно. А нравится тебе вообще? Ну, мне да. А есть ли мальчики в классе у вас? У нас даже мальчиков больше, чем девочек. Теперь, короче, давай танцевать. Легкий танец, все его знают. Ты делаешь вот так. Хоп, 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 хоп. Мы реально выучили такой небольшой кусочек танца. Давай представим, что здесь у нас олимпийский, не знаю, 100 тысяч людей. И все на нас смотрят. Мы типа с тобой звезды. Давай. Тарам. Турун. 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 У мамы Марины есть хобби – устраивать детям домашние спа-процедуры. Сегодня Велена сможет испытать на себе деревенские уходовые средства. В наши обычные дни мы ухаживаем за собой в бане. Расскажи, как у тебя происходит? Мы приходим в спа, нам там делают массаж, там везде свечки, ароматизаторы, очень вкусно пахнет. То есть там все с кокосовым маслом, там какие-то штучки, прибамбасы в них. Мы сегодня тебе покажем обратную сторону, как это все можно сделать. Я предлагаю начинать с тела. Я сейчас нанесу вам специальное средство. Это мед с горчицей, все это размешаем. А что, прям жир уйдет? Да, улучшится циркуляция крови. Тут прям это... Так, ногу вот так, вот так. Уходи, жир. Приходи, красота. Кожа становится подтянутой. И красиво. Посмотрите, какая розовенькая кожа стала. Прямо вот вся кровь разошлась. Девчонки, а представляете, какие мы сегодня красивые. Пойдем в караоке. А? Да. Мы прям нереалочки пойдем. Клянусь, кожа стала прям такой же мягкой, как у младенца. Можно не платить большие деньги, а можно это все сделать самому в домашних условиях. Я ходячий пример. Ты можешь просто посмотреть на меня и так же выглядеть, и так же поддерживать себя. То есть я, посмотри, родила семерых детей и выгляжу, я считаю, очень хорошо. К концу второго дня Велена решила, что многодетной маме Марине не помешает немного развеяться. И пригласила родителей из старших детей Маркиных в караоке-бар. Младшие дети остались с бабушкой дома. Здравствуйте. Ого, как тут красиво. Мы никогда там не были, все начинать надо в первый раз. Ну, заказывайте все, что хотите. Будем сегодня петь и вселиться по полу. Давай. И напоемся. И напоемся. И напьемся. Я хочу подарить и всем вам свою авторскую песню. Она называется «Home». Три года я никуда не выходила. Это просто непередаваемое ощущение. Я поняла, что мне нужно больше времени проводить со своей семьей. И семья Маркиных меня этому научила. Вернулись мы в 23.30. Это было, конечно, уже ночь. Поздно было. Счастливые, радостные. Я, конечно, полночи заснуть не могла от восторга. Дети вырубили сразу. Я все пересматривала, в голове продумывала. Думаю, все-таки какая она молодец. Какой подарок она нам сделала. Подошел к концу третий день пребывания дочки московского бизнесмена Веленой Хикматулиной в семье Маркиных в станице Старокорцунская на Кубани. В день отъезда Велена решила сделать всем еще один подарок. Я там в корзине оплатила заказ. И мне очень нужна доставка на завтра, на утро. Подскажите, это возможно? Все хорошо. Я тогда жду завтра заказ. Наступил заключительный день эксперимента по пребыванию дочки московского бизнесмена Веленой Хикматулиной в многодетной семье Маркиных. Утро Велены началось с прихода курьера. Доброе утро, страна! Доброе. Так, чем-то уже вкусненьким пахнет. Вишенка. И бутерброды с сетаной. Доброе утро. Я думаю, тут исторический момент у нас происходит. Папа на кухне. Я. Дали мне выспаться, отдохнуть. Приятное утро. Спасибо им огромное за отличный завтрак. Сегодня я уезжаю от вас, к сожалению. И на самом деле мне прям очень не хочется. Но куда деваться? Приезжайте теперь, ваша очередь, ко мне. Велен, ты знаешь, за все дни, которые ты с нами была, мы прожили маленькую жизнь совсем другую. И ты знаешь, она была, ты была как частичка нашей семьи. У меня разорвало сердце на части. И я просто не могу ее отпустить. Вчера мы так отдохнули хорошо в караоке. Я тебе благодарна за на вот это вот наше путешествие небольшое. За такой короткий промежуток времени они стали, ну, действительно, чем-то большим, чем просто знакомые. Сейчас мне очень нужен Рома. Роман? Блин, семья клевая. Я стала проще относиться к людям. Я безумно благодарна семье Маркиных за это. Пришло время заглянуть в коробку, доставленную курьером. Роман еле на ногах стоит, эту коробку держит. Мы все замерли в ожидании, что же там было такое. Ничего себе. Да, Ома? Да. Какая большая коробка. Как вы думаете, что там может? Может, там конфеты? Это же тяжелая коробка, тоже объемная. Это подарок для детей, для всех вас, чтобы теперь каждый был занят своим делом. Какой тут. О-о-о! О-о-о! Что это? Крапки. Мама, смотри! Дети начали визжать, они начали все, конечно, трогать, начали все перебирать в этой коробочке. Это действительно так нужно, так классно, так ярко и так креативно. Спасибо ей большое. Ой, Еленочка, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо! Налетайте! Налетайте! Зайки, болезни. Спасибо большое. Моя дорогая, тебе хорошо добраться. Приезжаешь в Краснодар, все ты знаешь. Здесь у тебя вторые родители, вторая семья. И мы все будем безумно по тебе скучать, просто безумно. Мне тоже. Мы все такую чувствуем потерю какую-то, чтобы от нас что-то оторвали, какой-то наш кусочек. И за это время она стала родная, наша доченька. Ой. Мать! Ну все. Вот как вот ее отпускать, как? Я как, она стала как вот реально родная сестра. И мне очень, мне очень жалко то, что она уезжает. Мы к ней просто привыкли, она стала как одной семьей стали. Я с ними очень сдружилась, и я прям даже чувствую эту связь между нами. За эти дни Велена изменилась кардинально. Ту девчонку, которую мы встретили, и ту девчонку, вот, которую мы сейчас провожаем, это два разных человека абсолютно. То есть она стала отзывчивая, внимательная, заботливая. Она стала частью нашей семьи. Эксперимент по перевоспитанию Чада в многодетной семье Маркиных завершен. 16-летняя дочка бизнесмена из Москвы Велена Хикматулина возвращается из Краснодарского края домой. По правилам проекта, впервые за 4 дня Чада может позвонить родителям. Моё хорошее! Папа, смотри! Мама, привет! Как дела? Всё хорошо. Ой, я так рада вас видеть. Я очень много всего поняла. Я прям счастлива, что мне предоставили такую возможность. Пожить в другой семье. Я поняла то, что есть на свете другие вещи, которые очень ценные. Я должна больше времени проводить со своей семьёй. Я просто увидела отношения вот всех семерых детей. К родителям. Они очень чтят их. И я поняла то, что я буду браться за учёбку. Наконец-то поменьше проводить время, наверное, с друзьями. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы предоставляете мне очень много возможностей. У меня нет слов. В общем, эта поездка мне запомнится реально на всю жизнь. Она кардинально поменяла мой взгляд на вещи. Доча, ты герой. Ты молодец. Мы очень рады с папой, что переосмыслила свою жизнь в свои взгляды на жизнь. Что ты увидела совершенно другое и начала ценить. Теперь я точно знаю, что наше старание не зря. Что всё это не зря, Газунор.